Сейчас любой может открыть онлайн-школу. Люди говорят, зашибись, новое лицо, его не было. То есть мы ради группы умрем, чтобы спасти стаю, но ради себя мы ничего не сделаем, с дивана не станем. То есть предпринимателю нужны ясельки. Вот если бы я был Радиславом Гондопасом... Вы сертифицированный спикер или так? Привет, друзья! Привет, привет! Радислав Гондопас, номер один бизнес-тренер России, самый дорогой бизнес-тренер России. Уже давно захотел сделать онлайн-школу. Полтора года следил за нами. Оказывается, он писал нам в соцсети, и они не доходили к нам, в потоке сообщений затерялось. И потом он через нашего помощника назначил нам интервью. Мы такие, вау, сам Гондопас хочет взять и наносить нас интервью. А для чего? А для того, чтобы убедить нас, чтобы мы помогли ему создать онлайн-школу. И в ходе этого интервью мы как раз-таки докручиваем его по его онлайн-школе. И мне кажется, это будет вам очень интересно, потому что если вы эксперт, вы поймёте, как запаковывать себя. А если вы продюсер, вы поймёте, как общаться с крутым экспертом, как его запаковывать, что он чувствует, как он это видит. Поэтому смотрите интервью внимательно и смотрите до конца. Привет всем, кто не знает. Я Радислав Гондопас, тренер по лидерству, ораторскому искусству и личному развитию. Но офлайн-тренер, живой тренер. И в последнее время тема онлайн-образования, ну, в последнее время, она уже давно возникла, и давно тема нарастает, но нельзя уже её игнорировать, нельзя делать вид, что её не существует. И, к сожалению, пространство заполняется и заполняется, но без меня и многих коллег, которые дают достойный контент, и этот контент мог бы быть доступен гораздо большему числу людей. Я взялся за эту тему, кто может помочь, где учиться, где система существует. Но у меня впечатление, что в информационном пространстве, кроме акселератора, ничего на эту тему нет. Все дороги, все пути ведут в Рим, кого не спросишь, всё равно про вас разговор. И я обратился в акселератор, его создатели Дмитрий Юрьевич и Сергей Капустин согласились мне помочь, променторить в этом вопросе. Но мы ещё даже не начали, мы на первых шагах, поэтому я, задавая вопросы, задаю эти вопросы не только для зрителей, кто нас смотрит, а задаю эти вопросы для себя. И буду уговаривать всех двигать в эту сторону, потому что огромное количество людей, носителей идей, интересных технологий, методик, лайфхаков, которыми можно делиться с людьми, которые в этом нуждаются. Мир живёт в сети. Как выглядит сегодня место онлайн обучения в общей системе вариантов обучения людей? Какое оно место занимает? Традиционное обучение стало неприкладным. И, к сожалению, этот тренд остаётся. То есть и в школах дают знания, которые слабо применимы в будущей жизни. И в университете то же самое. А вот по интересной такой статистике, журнал Forbes опубликовал за 17-й год исследование по американскому рынку, и там где-то процентов 60 людей уже работают как фрилансеры. И этот тренд продолжается. И в России тренды те же самые. То, что называется самозанятые, да? Да, то есть люди, фрилансеры, они как бы, ну они не понимают, куда учиться вот тем навыкам, которые им нужны, да? Где учиться программированию, где изучать там английский язык, ну если они программистами хотя бы, да? Где учиться дизайну, где учиться там парикмахерскому искусству. То есть все вот эти навыки для профессии, они очень нужны. И оказывается, что людям очень интересен опыт других людей, которые получили результат. Ну у нас есть уверенность, если гандабас выйдет из оффлайна в онлайн, то он сможет зарабатывать больше. Я, может быть, и могу зарабатывать больше, но у меня есть сомнения. Я вот думаю, а как это вообще вот в онлайне можно сделать? Вот тут есть контакт с людьми, они могут задавать вопросы. Я понимаю, вот до них доходит или не доходит. А в онлайне как это реализовать? Смотрите, вот объясним просто наш подход. То есть мы, с одной стороны, мы сторонники онлайн-образования, но с другой стороны мы довольно трезво осознаем, что какие вещи можно перенести в онлайн, какие нельзя перенести в онлайн пока. И что нужно сделать, чтобы человек получил результат? То есть ваша задача же как тренера, как коуча, как ментора дать людям результат. Правильно это же? Ну вот это мне тоже вопрос. Я впервые, кстати, услышал фразу и буду ее думать, что на самом деле сегодня образование переориентировано на неприкладные навыки и умения знания. И, кстати, большинство предпринимателей, большинство успешных предпринимателей не учились предпринимательству. Но это никак не повлияло на их успех. Ну и процент предпринимательства в обществе у них очень низкий. То есть если бы, условно, бизнес-молодость начиналась со школы, то предпринимателей было бы больше. И success rate, то есть конверсия в успешный бизнес, потому что сейчас только 2% людей в целом так иначе задействовано предпринимательство. А и у них максимум 10% вероятности успеха. А хотелось бы, чтобы занималось там 50% населения. А нет в этом снижения статуса. Вот человек работал в офисе, был менеджером, да, и вышла девушка в декрет, у нее высвободилось время, энергия. Ребенок еще не родился, у нее какое-то время есть, но работать она уже не может. И она думает, так, что я умею хорошо? Я умею печь кексы, объедения, у меня все гости облизывают тарелки после этих кексов. Я сделаю онлайн-школу, печь кексы, да, буду. Потом она печет кексы, зарабатывает в десятки раз больше, чем она зарабатывала у себя в офисе, в офис она не возвращается. И когда ее спрашивают, а кто ты, она говорит, я, ну, как вам сказать, я кексики пеку. Ты кексики печешь, ты MBA закончила, ты перспективный менеджер была, ты ездила в офис. Но не совсем так, потому что собственник онлайн-школы это реально круто. Потому что с точки зрения того, что мы сейчас евангелисты онлайн-школы, мы считаем, что круче бизнеса нету, и это профессия. Быть продюсером – это профессия. И неизвестно, что быть лучше, там, словно бизнес-тренером или продюсером бизнес-тренера. И возможно… Насторничество – это высшая форма существования живой материи. Выше воинов, выше царей. И тут вопрос, опять же, каждому свое. Если она кайфует больше того, что она печет тортики, то вопрос просто себя убедить, что от этого у нее больше счастья. А дальше какая у тебя визитка, ты уже сам решай. А давайте поймем. Вот она печет тортики, да, но это ведь 20% деятельности. Вот ставят камеру свет, и она говорит, друзья, сегодня мы научимся делать посыпку из, там, чего-то, крашеного сахара. Внимание, берем ингредиенты, да, но на самом деле, как я понимаю, это 20% работает. Это один, может быть, процент работает. То есть она не этим занимается по жизни. Она занимается тем, что она регистрирует юрлицо, отслеживает, там, уплату налогов, проводит маркетинговые какие-то мероприятия, набирает команду операторов или, там, на аутсорсе. Ну, давай прикладываем вот твою историю. Вот ты эксперт, ты сейчас думаешь, ты хочешь, ну, условно, ты прицениваешься к тому, насколько тебе, тебе нужно определиться, ты, насколько ты хочешь быть предпринимателем или оратором, бизнес-тренером. И если ты понимаешь, что ты готов рулить командой, если ты, там, готов их мотивировать, управлять ими. Я так много сделал для того, чтобы этим не заниматься. И дальше вопрос, если ты решаешь не быть им, то тебе нужен продюсер. Но тогда фактор расплаты. Я должен буду за это заплатить, ну, так или иначе. Долей, либо заплатой. То есть либо ты даешь процент от выручки, там, как партнеру, или, там, от прибыли, либо ты платишь заплату. Но тогда, грубо говоря, я не парюсь ничем, кроме контента. И тогда ты можешь быть говорящей главой. Вот, то расскажи. А чтобы понимать, чтобы мы понимали оба, это какая такая вот доля на этом рынке устоялась? Ну, давай вот, может быть, на тортиках как раз и пример приведем. Вот смотри, сейчас доля, как правило, если на паритетных основах, если приходят, вот просто у тебя нет паритетных основ, потому что у тебя большое имя, большая аудитория. И у тебя есть шансы, чтобы было там, условно, сейчас мы поговорим про это. Ну, например, как происходит, вот ты говоришь, пику тортики, дальше чем я занимаюсь. Вот у нас есть резиденты, у них онлайн-школа тортиков. Они делают месяц 8-10 миллионов рублей. И там есть девочка, девочка-эксперт, ей 21 год, у нее нет никакого там высшего образования, у нее нет специализированного образования, она просто кайфует от тортиков. И кайфует от того, что идет вебинар, и классно объясняет. И она больше ничего не делает. У нее есть продюсер и команда 40 человек, которые ее продюсируют. 40? 40 человек. Я не запомню столько имен. Она и не запоминала их. У нее есть 3-4 контактных лица. У нее один есть контактное лицо, продюсер. Все остальное это продавцы, кураторы курсов. Это там, в их случае у них есть офис, но часто даже офиса нет. Вот у нас в компании где-то сейчас около 130 сотрудников. Сотрудников, либо там партнеров, на подряде кто-то. И в общем команда близка уже к 150 человекам, но мы знаем человеку нам 20. И у нас нет офиса. Я бы плясал вот от цели. То есть какая цель? Цель, чтобы было имя, была система, и люди счастливы, люди получают результат. Правильно? Такая цель? Не знаю. Или отделицы выступают. Я могу сказать, что я иду за ветром. Я иду за ветром, я чувствую, что ветер дует в эту сторону, и я уже не могу ему сопротивляться. Я понимаю, что народ переселяется в онлайн, онлайн занимает какую-то все большую-большую долю. И поскольку у меня все-таки есть экономическое образование, я понимаю, что тренды объективны, и их нельзя игнорировать. Как бы ты не топил за то, что личный контакт с коучем это всегда лучше, чем онлайн, нужно понимать, что доля растет. Я просто расскажу некое наше видение, понимание. То есть эволюция эксперта. И что есть выше эволюции эксперта. Это, опять же, в нашем понимании. То есть эксперт – это человек, который погрузился в предмет и твердо понимает, какие шаги нужно предпринять, чтобы достичь результата. И он понимает, какие типовые сложности, где люди отваливаются, где они не могут двигаться дальше, что им мешает получить результат. И он понимает, как все это решить. И он может или самостоятельно это делать, один на один, тогда наивысший результат, или в группе, вживую, тоже как бы больше людей можно влияние оказать. Или он может создать систему и оказывать влияние не на тысячи человек, а на миллионы людей. Но мы вот с Димой поняли, что есть мы, и мы можем, конечно, делать сами, но а что, если мы заболеем, а что, если мы там умрем, не дай бог. Но мы хотим, чтобы система работала без нас. Чтобы мы создали какую-то методологию, какую-то структуру, поместили бы туда крутых людей, которые бы давали результат, и описали бы их инструкциями, чтобы они были взаимозаменяемы, и чтобы система производила результаты без нас. Но меня лично очень сильно вдохновляет онлайн-образование, просто самой идеей того, что есть же в мире люди, они уникальны, они обладают каким-то уникальным талантом, уникальным знанием давать людям какой-то результат. Исцелять, или кто-то учит бегать, бегу естественно. Да, вот у Димы Эксперт обучала естественно бегу. То есть, то, что большинство людей не бегают неправильно, они травмируют колени. Я помню лет 10 назад дискуссия на тему «Можно ли обучать дистанционно?» всегда решалась в пользу оффлайна. Всегда. Это было даже как бы хихи-хокма. И в качестве примера приводилось «Ну, разве можно научить плавать дистанционно?» Есть. Или играть на баяне. И все такие, ну да, точно, действительно, нужен только непосредственный контакт с ментором, да, нужный непосредственный контакт с тринером. И чем меньше группа, тем лучше, а лучше индивидуально. И это всегда была такая неоспоримая истина, но прошло время. Я лично обучаюсь онлайн-гольфу. Ну, у меня есть и оффлайновые уроки, там, с преподавателем, но есть там один американец мощный, который убирает ошибки, но он делает онлайн, потому что они типовые ошибки, да. И раз я обратил внимание, а где мои глаза, когда я паттером бью, а где мои глаза? А мне мой преподаватель на это не обратил внимания. А он обратил внимание, что глаза должны быть ровно над мечом. И тогда все по-другому. Устается, хоп, и стало получаться. Бам, оказывается онлайн. Но это сказал миллионам, кто у него учится. Миллионам стало одно и то же. И это сработало. Он меня не видел, он не корректировал мою ошибку. Я корректирую сам себя. И в онлайном вручении получается, что ответственность за обучение лежит на обучаемом. И если он сам просто посмотрел, как солдаты аэробику много лет назад, да, посмотрели, покурили и пошли. Если он ничего не делает, то ничего не происходит. Но в этом случае, как я записался на барабанную школу, ведь я же заплатил, но я пока ни одного урока не посмотрел, потому что все некогда, некогда, некогда. Ну вот поэтому мы не любим, то есть мы называемся там оксидатор онлайн-школ, но под онлайн-школ мы понимаем подход blended learning. Да. То есть мы говорим, что нужна тусовка. Вот пример. То есть нужно человека все равно держать по какой-то концерту. Вот если бы... Энергия должна быть откуда-то. Если бы ты закоммитился, что ты сделаешь барабанную сиренаду своей жене, и тебя к этому вели. Мы за подход смешанный, когда у тебя есть там процентов 70-80-90 онлайна, предзаписанные курсы, но есть движуха. И вот, к примеру, мы сейчас перед съемкой как раз организовывали будет московский забег, марафон, и мы хотим, чтобы человек 150 в майках акселератора бежали, а потом мы все собрались в учебном классе и провели мастер-класс. Чем вот крута онлайн-школа для эксперта, например? Ну, первое, это то, что это система, а второе, вот ты можешь продавать каждый день. То есть вот сейчас, чтобы, к примеру, продать тренинг, ты ставишь на какую-то дату, да, там, через месяц... Я ставлю на эту дату? В эту дату я не имею права заболеть. Да. В эту дату у меня не имеет права праздновать юбилей мои друзья, там, юбилей свадьбы или какие-то дети или что-то еще. В эту дату, не дай бог, вот, и это часто бывает, к сожалению, я получаю предложение, совершенно стандартный семинар в небольшом городе, на него ставится дата, и потом мне на эту дату приходит такое предложение, которое бывает один раз в жизни. Да. Там, на каком-то мега мероприятии с мега, там, успешными, там, прекрасными, замечательными людьми, вот, что-то, и, а я не... У меня елки в воронеже, я не воронежу. Да, а если это уже никуда? А если не может клиент? А если не может клиент в эту дату? Получается, сразу уже какое-то уменьшение обрадач? Какая-то часть людей не доходят до тренинга, они говорят, сорян, у меня произошло, что-то... Да, а вот другой вариант, к примеру, мы им продаем годовое обучение, где ты можешь посетить, там, три таких ивента в году. Можешь выбрать один из них. А, то есть, я делаю, там, 10 задок, любые три выбирают, да? Ну, или, или, не 10, 3, например, задок. То есть, все-таки онлайн не вполне онлайн. То есть, я делаю онлайн, но я должен оставлять людям возможность непосредственного контакта. Это позволяет повышать средний человек сильно, то есть, это все в зависимости от пакетов. Как правило, в онлайн-школе есть абсолютно онлайн, он просто дешевле раза в два, чем смешанный. И нужно людям давать возможность купить разные чеки. И, там, это когда есть, там, за 7, за 15, за 30, за 300. Вот это важный вопрос. То есть, если я берусь за организацию онлайн-школы, там, какая-то куча людей начнет вокруг меня сновать, и все, я не ухожу из моего дела, я не перестаю быть экспертами, я не становюсь, я не становюсь менеджером онлайн-школы, который немножко сгенерировал контент, а все остальное время, там, в длинную долю, занимается выстраиванием отношений, структуры системы, пиаром, маркетингом и прочее, прочее. Ну, это может делать или команда, или вот какой-то партнер-продюсер. Например, вот история нашей другой онлайн-школы, онлайн-школы астрологии. Здесь такая, ну, тоже типовая история. Человек, вот астролог, он создал образовательный проект в интернете, онлайн, там, стал проводить по три вебинара в день. То есть у него там разные потоки, какие-то продающие вебинары, смог улететь там в Таиланд, мы с ним познакомились на Пангане, но какая-то жизнь, если ты там три вебинара в день. То есть, с одной стороны, ты живешь в путешествии, это уже прикольно, но три вебинара в день. То есть, загрузка большая и уровень личной свободы стремится к нулю. Да, когда мы с ним познакомились, ну, как бы, я ему сказал, что там тебя скоро ждет кончина твоя там очень близка, что там недолго тебе осталось. И, в общем, вот этот ресурс очень скоро, и все. Мы с ним переделали всю продающую структуру, мы запаковали в автовебинарную цепочку, в автоворонку, сделали вот эту вот продающую структуру, теперь продавать ему уже не надо, то есть, бац, у него время высоварилось. Потом обучающую структуру, до этого он всех обучал вживую через тоже вебинары. Мы сделали автоматические уроки там предзаписные, где был он, потом добавили туда кураторов, которые отвечают на вопросы уже вживую, то есть, они подключаются, люди могут все еще вживую задать эти самые вопросы. Я небольшую врезку сделаю, совершенно по моим наблюдениям, по барабану, человек смотрит вебинар в записи и вживую, то, что его дурацкий вопрос не появляется в чате, совершенно ничего для него не меняет, как мы, он с Тиной Кандалаке недавно стояли в планке в Олимпийском, три минуты, просто три минуты, мы можем стоять больше в разы, но мы стояли три минуты и какие-то люди такие пишут, Радислав, у вас не сохранилось, присылают мне фотографию, говорят, а нет ни видеозаписи, я говорю, видеозапись, а планки от фотографий ничем не отличаются, люди стоят в планке неподвижно. Точно так же вебинар, по сути, смотришь ты его онлайн или смотришь, что его в записи, меняется только возможность задать вопрос, на который вероятность, что ответит ведущий, поскольку у него в чате их десятки, там эмоциональное такое ощущение надо, эмоциональное ощущение, впечатление, что ты как бы в потоке и так далее, но по сути ведь разницы-то нет. Есть одно но, что если вот четырехмесячный курс, там просто вот автоуроки записанные, и вот запустить туда потоки людей, обучающих студентов, до конца дойдет 4%, это вот такая статистика, если это просто уроки. Так как с барабанами. Соответственно, что делаем потом? Кто-то не начнет, кто-то отклонится на половине, да, включается живой куратор, включаются элементы сообщества, очень хорошо работают вот телеграм-чаты, когда ты ставишь какую-то цель. Например, в астрологии у нас есть чат-кармодел, где они каждый день делают разные добрые дела, присылают фотки, зарабатывают баллы и соревнуются, кто больше добрых дел создаст. Да, карма. То есть, если я правильно понимаю, между учениками онлайн-школой стимулируется, им предлагают как-то друг с другом связаться, занимать некое сообщество, и они начинают там друг друга сами каким-то образом стимулировать. Играть, какие-то люди желательно. И у россиян там такая фишка, что часто человек для себя не делает домашнее задание, но если будет проблема у одногруппников, если в целом группа просядет, то у него мотивация сделать для группы больше, чем у себя. Слушайте, но мне кажется, что в таком случае основной аудиторией онлайн-школы это все-таки люди не знаю, там 18-27. Ну нет. Основная аудитория, как еще вот эти вот вещи могут зажигать? Основная аудитория, вот те, кто больше всего покупает, это женщины 30-40. Это вот самая большая, которая больше всего играет. То есть в целом человеку, когда даешь играть, самый естественный великолепный человек это играет. и когда ты даешь человеку возможность играть, а не учиться, да, он хорошо учится. Ну плюс именно в России у нас живет по системе векторной психологии уритральный менталитет, это мы такие все общинные, то есть нам нравится, то есть мы ради группы умрем, чтобы спасти ставил, но ради себя мы ничего не сделаем, с диваном не станем. И это вот надо использовать, эту психологию тоже в обучении. Эту тему я тоже буду думать, это интересная штука. Повесить ответственность на человека за групповой результат, который его замотивирует. То, что, но западное, оно больше такое индивидуалистское, а у нас оно больше коллективное, то есть мы за других сделаем, а за себя не готовы. За себя не сделаем, интересно. Знаете, две вещи, которые меня беспокоят, не могу не поднимиться. Первое. У меня создается впечатление, что онлайн-школы и ваша цель это какая-то полуподпольная история, потому что вот смотришь, допустим, ну там банк, ну вот у него офис, вот у него бренд-бук, вот у него логотип, вот у него транспорт. Что вы получите на другую чашу весов, чтобы доказать, что вы явление реальности, да? Ну не знаю, что, ну вот хорошо, логотип есть, окей. Ну, смотри, давай так, банк, он же тоже дает, денег же сейчас нету физических у банка тоже. Вот я, я когда забираю крупную сумму денег, они из Центробанка ее заказывают, у нее нету в отделении, а потом его обратно отвозят. Соответственно, и более того, а так как сейчас наличные практически не нужны, все в карте. И у Тинькофф Банк первый там банк в России, возможно, в мире крупнейший. Который не оперирует никакими деньгами, которые просто чужими банк машинами пользуются и все. Соответственно, и как-то это все хорошо работает, у меня там достаточно крупные деньги у них лежат, потому что удобно. Соответственно, онлайн-школу мы тоже отлично оперируем. При этом мы хотим... При этом нет офиса, при этом нет как такового персонала, вот мы работаем там, вот наша трудовая книжка, вот у них записи. Это удобно. То есть это не мешает сейчас зарабатывать. Или у вас все договоры с фрилансерами, каждый на ип принял там денег и... Ну, по-разному очень. Часто это просто сервисные обслуживающие компании какие-то. Или это будущее нашей экономики? Тоже хочется... Это очень хорошее будущее нашей экономики. Зачем? Зачем эти офисы? То есть, мы же наоборот бежим от этого. Зачем вот эту штуку арендовать, платить за ремонт, за уборку? Зачем? Более того, я думал, недавно ввели диалог с нашими коллегами, мы говорим, может быть, сделаем офис, сделаем классный ремонт, будем там собираться, команда образования. Ключевые люди говорят, зачем? Мы будем тратить время на пробки. Я проснулся, попил чай, я уже на работе. А с точки зрения того, как стартовать? Ну, вот бизнес, к примеру, у тебя нет денег вообще там ни на что, только на рекламу. И ты можешь уже бизнес стартовать. Потому что, и ты... Ну, даже если на рекламу нет, но все равно есть вопрос. И если ты новичок, если ты только стартуешь, ты не можешь уйти в глубокие минуса. То есть, если снимаешь офис, нанимаешь людей, ты уже влетел в минусы. То есть, это нужно из-за миллиона выгребаться пока ты точку безубыточности преодолеешь. То есть, год ты живешь и кормишь семью обещаниями, что вот-вот-вот-вот-вот, а по сути, ты в минусе. Ты живешь просто в минусе. Ты или на кредит, или там... Поскольку я знаю, что многие люди и в бизнесе, и во фрилансе живут в минусе просто постоянно хронически. И тут еще, опять же, вот у меня есть понимание, что онлайн-школы это есть еще окно возможности. Вот как ты говоришь, банки, да? Сейчас пойди, открой банк. Невозможно. А 20 лет назад любой мог открыть банк. Вот сейчас любой может открыть онлайн-школу. Нету... А через 20 лет? А через 20 лет? Скорее всего, нет. Потому что все равно начнется конкуренция. Будет консолидация рынка. Появятся хронные регуляторы, появятся агрегаторы, которые будут консолидировать разные бизнес-школы по направлениям. И как сегодня в мире... Страны будет очень дорогой. Сегодня любой человек в России может позвонить организаторам форума и сказать, у вас форум, я спикер, я хочу выступить у вас и рассказать о том-то и о том-то. А пришлите ваши видео с ютюба, а вот, о, да, неплохо выступает, да, но я хочу денег. И называет сумму сопоставимую с месячной зарплаты и менеджера среднего звена. В общем бюджете форума люди говорят, зашибись, новое лицо, его не было. Он выходит и выступает. Вы знаете, что в западном мире просто сказать, я спикер, я хочу выступить на форуме. Вы член какой ассоциации спикеров? Какое спикерсбюро вас представляет? Какой у вас там рейтинг? Ваши интересы, какой спикерсбюро? Какой рейтинг? Вы сертифицированный спикер или так? Вы CSP или CSP Global? А что так надо? Конечно, человек сегодня может быть в России. тренером, спикером, коучем. Он может пройти там курс у не будем называть имен коучинга. Ему не нужно никакого документа. Он просто заявляет на рынке я коуч. И люди идут к нему в коучинге и он этим зарабатывает. Да, да. В Америке скажи, что ты коучинга скажешь, я ему форум. Сейчас время еще в окно вопрос еще не означает. Мне кажется, что если Радислав Донбасс делает бюро спикеров будет обучать сертифицировать, поэтому будет классный. Вот к слову вопрос, который меня беспокоит. Ну хорошо, подпольный, неподпольный. Мы разобрались. Я подписался же на вашу рассылку. Я же умный. Я же, я понимаю, что мне нужно сначала войти в тему, начать ориентироваться более-менее, хотя пока темный вес, признаюсь. Получаю рассылку и вы мне присылаете такой PDF-файл темы, которые сейчас в тренде, которые пользуются успехом и ниши, ниши, ниши наиболее перспективные. Я ищу. Я надеюсь, что сейчас ораторское искусство лидерство лайф-менеджмент, оно где-то в самом тренде, потому что я набираю, у меня в Петербурге 500 человек, там у меня 6 тысячи, здесь у меня 2 тысячи людей в оффлайд. Значит, думаю, окей, потираю руки. Значит, на первом месте кексы, на втором как похудеть, на третьем тортики, значит, ну на втором месте как похудеть, на третьем тортики, на первом кексы, на четвертом астрология, на пятом, там, не знаю, как вернуть, как вернуть любимого мужчину. Накатится мир. Никакого ораторского уступа. Лидерство вообще нет как явление, то есть во всей этой диаграмме лидерство, наверное, настолько пренебрежимо малая единица, что она даже там не отображена никаким сектором. Мы верим, что можно задавать тренды самостоятельно. У нас вот есть глубокая вера, что сейчас инструментами интернет-маркетинга и там правильными пиар-активностями вы можете создать свой тренд о том, что оратором быть круто. Вот если бы я был Радиславом Гондопасом, я бы сказал, что вот оратор, это трансформация жизни, вот есть обычный человек, вот надо стать оратором, надо определенные там какие-то сферы трансформировать. Ты не занимался в жизни, только если ты не оператор автопогрузчика и не собираешься им быть пожизненным. Нужно освоить навыки ораторского мастерства, потому что это рычаг, который умножает твой потенциал на коэффициент владения этим навыком. Но как бы раньше вот самый такой мощный элемент влияния это вот такое выступление, где можно там заразить там тысячу людей чем-то, какой-то идеей. Сейчас это перекинулось в онлайн. В онлайне это онлайн мастер-класс, онлайн вебинар. То есть это самый мощный инструмент интернет-маркетинга сегодня. И если этот живой вебинар перекинуть в автовебинар, то можно влиять на миллионы людей. И если просто вот круто запаковать эту презентацию, сделать ее вдохновляющей, заражающей, ведь акселератор он заражает, как вирус. То есть люди смотрят наши вот, ну, интересно просто. У меня иммунитет продержался года полтора, наверное. Люди смотрят, акселератор, 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 акселератор. Есть люди, которые не продержались. На автовебинаре, честно, что провел. Цифру, смотри, вот наш автовебинар за год заработал 500 миллионов рублей. При этом мы его один раз провели, а он каждый день идет. И это тот талант, которым обладает Радислав Гондопас. Он знает, как сделать так, чтобы люди были вдохновлены в огромных массах. Он даже знает, как этому обучить, чтобы люди, выступая, заражали людей. Получается, что Радислав Гондопас очень востребован сейчас? Он очень востребован в оффлайне. И в онлайне тоже? А ничем не отличается. А, то есть, ага, хорошо. Окей, ниши нет, но есть Радислав Гондопас, на котором какой-то поток людей есть, и они готовы воспринимать его не только в онлайне. И тут я еще скажу, у меня есть людей, ну, не знаю, тысячи раз я это слышал, что Радислав, хочу к вам на живой тренинг. И уже 5 лет, что мешает. Я их провожу 100 в год, приезжаю на любой, который рядом. Вы понимаете, я в маленьком городе живу, мне доехать до большого, это расходы. А, дорога, Б, гостиница, С, собственно, самоучастие. Это бюджет, который я себе не могу позволить, поэтому я пока читаю ваши книги, смотрю вас на ютюбе бесплатно. Появляется онлайн-школа, которая там стоит, ну, кратно меньше, чем такая поездка. А при этом он получает не 6,5 часов контакта со мной со сцены, а он получает 60 часов совокупно, да, там какие-то уроки, менторинг какие-то там. Стоит дороже. Здесь, на самом деле, онлайн-школа никогда не дешевле, чем онлайн. Размазано по времени. А, нет. Они никогда не дешевле, чем онлайн. Это не лоукост тренинг, да? Это даже часто дороже. Мы вообще не делали лоукост тренинг. Мы первые в России, мы первые в России, кто на одном вебинаре заработал полмиллиарда рублей, и мы первые в России, кто научился продавать с чеками выше 300 тысяч рублей. Я до сих пор не представляю, за что мы в войне можем заплатить у нас минимальный чек с вебинара это 260 тысяч рублей. Максимальный пока что 3,5 миллиона рублей. С вебинара мы не видели этих людей. Они нас тоже только в вебинаре видели. И этот вебинар повторяется и продается при каждом повторе. Да, да. Вот сейчас у нас есть школа, где чек начинается от полутора миллионов рублей. Школа систематизации бизнеса для собственников. Живые ли люди продают этот вебинар холодными звонками долбят людей или это продается через... Солонными звонками это не продать. Раньше продаж была. Сейчас, например, столовые звонки, но кто сейчас там отвечает на вообще звонки неизвестного номера? Мало кто. А кто говорит, вообще практически никто. Посылаешь с третьего слова, только понимаешь, что это... А когда тебе звонят после хорошего продающего вебинара, подогревающего, теплого, и человек после этого у нас люди рассказывают, что они ночами не могут спать, они долго думают про это. Тресюкали, у меня переставили. То есть как хиний блок на Шолл-стрит, когда они сначала начинали потихонечку... Но это не совсем такая... И у нас вебинары... Но у них мошеннические цели были, у вас-то нет их? Вопрос дальше еще. Вебинар, правильный вебинар простроен, и он еще долго длится. Если с тобой человек провел там 2-3 часа в вебинаре, ты уже становишься частью жизни. Если тебе звонят от Димы Юрченко, который ты смотрел вебинар, это для тебя не какое-то финансовое решение. Даже если не он сам, а кто-то звонит от него по его поручению и просьбе, он сам заменит. Плюс сейчас же многие продажи проходят через соцсети. То есть перепишут, прислаешься... Переписка уже идет в соцсетях. В соцсетях компании и в соцсетях наших. Но кто идет в переписку? Кто фактически, кто эти люди? То есть сидит какая-то всегда команда, которая строчит... К примеру, в английской астрологии 95% продаж идут через мессенджеры. Там еще что прикольно, потому что когда звонишь, человеку неудобно. Он говорит, перезвоните, он недоступен. В мессенджерах человек получает тогда, когда ему удобно, униформальное общение. Ты видишь, прочитал, не прочитал. И в мессенджерах продажи намного проще идут. И там неформальное общение. За что Российский Союз промышленников и предпринимателей вручил вам премию, не помню, как называется? За лучший образовательный проект. А чем он... Лучший образовательный проект? То есть номинировались какие-то кандидаты, была какая-то ежегодная история, вы подали заявку, подали... Важно понимать, что это для предпринимателей и это было все вокруг предпринимательства. Не за в целом акселератор, не за акселератор, а за какой-то конкретный образовательный проект для предпринимателей. Наш акселератор. То есть мы же, по сути, мы развиваем предпринимательство России именно через онлайн. То есть мы... Акселератор онлайн школ у нас 2000 сейчас резидентов. Эти все 2000 резидентов они делают бизнес. То есть они делают те самые первые шаги, самые трудные, самые стрёмные, да, первые шаги. Вы им какой-то скрипт, какой-то алгоритм, какие-то общие азы даете, и они погнали. Что такое акселератор онлайн школы? вот смотри, мы когда создавали онлайн школу, мы же набивали шишки. И у нас, вот помните, я вначале говорил, что там инкубатор нужен слабым. Я говорю, ну блин, дайте мне инкубатор. И вот мне никто не дал инкубатор онлайн школы. Нам приходилось набивать шишки и делать лишние расходы, убытки. То есть предпринимателям нужны ясельки. В любом случае ясельки, где он безопасен. легче и быстрее. И мы называемся где есть аренда, где есть много персонала, где чтобы вот продать этот стул, его нужно произвести. Ты его продал старше. Он нужно произвести, хранить. И ты еще конкурируешь только по цене. А в онлайн школах, к примеру, ты один раз производишь видеоконтент из головы своей либо из головы эксперта и ты его продаешь много-много раз через Wi-Fi. Тебе не нужны машины, не нужны склады. Вот. И это вот признак онлайн в вере. Зайдем с другой стороны. Смотрите, если онлайн школа это такая доступная история примерно как бизнес-тренер. Человек назвался бизнес-тренером и полез, назвался груздем, полезая в кузов. Он бизнес-тренер и никто ему не запрещает им называться, никто не запрещает ему принимать платежи на свой счет, ничто не регулирует этого, он может называть любую стоимость, и это никак нельзя верифицировать, действительно ли он столько стоит его продукт и прочее, прочее. То есть некоторая такая анархия на рынке присутствует. На рынке онлайн образования примерно такая же ситуация, только еще два шага как бы к истокам возьмем. То есть практически любой человек может назваться экспертом и начать обучать чему угодно. На трогине вот такого подхода. Но объективно существует, ведь человек же может сказать «Окей, я за этом соображаю». Сколько сейчас у Гандебаса конкурентов и сколько их относительно 10 лет назад стало больше или нет? Ну вот и проблема... За 20 лет конкурентная среда практически не возникла. Время информационного голода прекратилось, и сейчас людям нужно результат. И только тот, кто может вести человека до результата, его школа будет пользоваться специалистом. Learning by doing. И еще важно понимать, что сейчас интернет очень пристрастен. Это типа учиться, чтобы делать. Нет, обучаясь через делание. А, learning by doing. By doing. То есть сейчас тренд обучения через делание и ориентирован на результат. И если ты пришел, там, назывался тренером, но ты не можешь человеку дать результат, не можешь его довести. Условно, если к тебе пришли играть на гитаре, и ты дал ноты, но человек не может играть, а в идеале спеть или надо под окном на гитаре своей любимой, то это не будет пользоваться. То есть люди будут откалываться, и рано или поздно эта школа станет… И интернет очень прозрачный с точки зрения обратной связи. Если есть концерты, если выпускается онлайн-школа с резидентами, если люди после твоего тренинга и будут становятся крутыми спикерами. Все прозрачно. И они, естественно, делятся. То есть они же дают обратную связь не только тому, кто их обучал, но и вообще в пространстве. Да. Так же и ты к нам пришел. Почему? Потому что ты спросил, кто по онлайн-школам? Дима, Серега. А если реально посмотреть, кто больше нас в рынке? Никого нету. Почему идти к кому-то? У нас же сейчас появляются конкуренции, последователи. Можно, конечно, учиться, но они хотя бы там пару миллионов делают, я этот рынок смотрел, я спрашивал людей. И тема акселератора, 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 я ноль раз услышал другую рекомендацию. Ноль раз. При моих вопросах, если я был уверен, что есть какой-то сильный конкурент, но менее распиаренный, который сидит тихонько, но там круче вся история. Этого не произошло. То есть, похоже, вы как этот рынок рванули на нем первое, ну, я одними из первых, во всяком случае, то вы, разрастаясь, таким образом все равно замкнули все пути и дороги. Становитесь такими агрегаторами, которые будут, агрегаторы над агрегаторами, чтобы действительно формироваться. Мы же сейчас работаем, опять, это касательно твоего вопроса. Кем ты хочешь быть? Если ты хочешь оставаться тренером и говорящей головой, то можешь оставаться. Мы, в своем очереди, мы хотим именно заниматься внутрянкой бизнеса, его развивать, делать IT-платформу, может, обернуться на другие страны. Мы такие предприниматели, бизнесмены, но мы были вынуждены быть экспертами, потому что наша экспертиза была, мы ей делились. Но сейчас у нас есть эксперты по вебинарам, эксперты по упаковке, эксперты по отделам продаж. И они ведут уроки, они отвечают на вопросы. Не мы, нас там вообще 1% сейчас. Ну, в этом будущее экономики на полном серьезе. Будущее образование, не всего образования, но какой-то его части, оно становится доступней. И я за то, чтобы люди росли в своих профессиональных способностях, чтобы люди росли в своей мотивации, и чтобы люди добивались того результата, которого они достойны, которого достойен их потенциал. Я думаю, что онлайн-обучение это в любом случае тот инструмент, который позволяет сделать это как одной стороне, я имею в виду экспертов, так и другой стороне, те, кто у них обучается. Спасибо. Спасибо. По итогам интервью мне было очень интересно, что Радислав уже около 15 лет является номером 1 в рынке. И действительно это так, потому что, когда я ехал на интервью, я в сторис записал, ребят, как вы думаете, кто это, куда, кому я еду? Это номер 1 бизнес-тренер России, и он самый дорогой. Ни одного неправильного ответа. Все пишут, Радислав, Гандабас, Гандабас, Радислав. Ребят, и Радислав расстроен, то, что он номер 1, уже 15 лет, и у него вообще нету конкуренции. Он говорит, все обленились, никто не хочет учиться, никто не хочет работать. Поэтому, если вы хотите все же в жизни добиться успеха, поймите, что без труда даже в рыбку из труда не вытащишь.